Доброе время суток, уважаемые подписчики и гости канала Rock'n'Craft. Вы просили, мы снимаем всё как обычно. И сегодня мы говорим о самой главной, самой первой группе трэш-металла. А ещё самой известной метал-группе вообще в истории музыки. Канал Rock'n'Craft не является основоположниками трэш-металла, поэтому сегодня у нас приглашён эксперт Юлия. Поздоровайся с подписчиками. Доброго времени суток. Всем известно, что Metallica входит в большую четвёрку трэш-металла. Это Anthrax, Megadeth, Slayer и Metallica. Но нужно отметить, что, может быть, Metallica это наименее трэш-металлическая группа всех этих четырёх. Однако, если посмотреть по выходу первых альбомов этих коллективов, то Metallica это первая. Как минимум, они были первыми. Так что можно считать, что они придумали трэш-металл. Ну и очевидно, если посмотреть продажи группы Metallica, то это самая продаваемая метал-группа в истории музыки. Так что всё-всё очевидно, это как бы бесспорные факты. У меня просьба всё-таки сразу же внести ясность. Ты вот говоришь трэш-металл. Да, русскоговорящему человеку неудобно выговаривать правильно трэш-металл. Поэтому может возникнуть иллюзия, что трэш-металл это металл, который относится к какому-то мусору. Вот. Нет, совершенно нет. Это от слова трэш, молотить, долбать, колотить. Перемалывать. Да, перемалывать. И, кстати, игра слов. Смотрите, в 83-м году трэш-металл это как фрэш-металл. Свежий металл, свежая струя металла. Да. Ну, на самом деле, металлика образовалась в 81-м году в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес это что? Это основополагающий город глэм-металлической тусовки Америки. Вообще очень жарко там. Да, там жарко. Там все раскрашены. Потно, потно, жарко. Все лохматые ходят в рваных джинсах уже тогда. Все раскрашены как гомосексуалисты. И макияж течёт. Да. А они это преподают, как будто это слезы на лице. В балладах особенно. Они просто очень чувствительные. Да. В общем, но металлика образовалась именно там. Образован коллектив был Ларсом Ульрихом, барабанщиком, и Джеймсом Хэнфилдом, вокалистом и ритм-гитаристом. Но все-таки не совсем справедливо говорить, что этот коллектив был образован Ларсом Ульрихом. Дело в том, что Ларс Ульрих пришел на прослушивание в группу. И надо сказать, что Хэтвилда он вообще совершенно не впечатлил своей барабанной игрой. Ларс приехал в Штаты в сознательном возрасте. Ему было где-то 11 лет для того, чтобы развивать свою карьеру большого теннисиста. Он играл в большой теннис, как и его отец, и собирался становиться настоящим спортсменом, получать повышение квалификации. И вот он приезжал... Его родители, конечно, родители привезли из Дании, привезли в Америку, чтобы он, значит, хорошенько стучал ракеткой. А он в Америке умудрился полюбить рок. Ну, он слушал записи отца, у того была огромная библиотека, он был большим меломаном всегда. И вот он слушал рок, блюз, джаз, все на свете. И пришел к выводу, что больше всего ему бы хотелось играть на барабанах в какой-нибудь супергромкой группе, играть такую музыку, а какой еще нет. И поэтому мастерство у него было абсолютно нулевое, когда он первый раз пришел на прослушивание. И Хэтфилл предложил ему прийти через год. Ну, то есть это такое вежливое предложение, пойти очень далеко и надолго. А Ларс пошел и через год вернулся, и он уже достаточно хорошо играл на барабанах, доказав тем самым, что он очень заинтересован в том, чтобы быть действительно музыкантом. И он постепенно, за время игры в группе, в Metallica, you know, он улучшал и улучшал свое мастерство. В общем, хотел колотить ракеткой по мячу, а стал колотить палочкой по барабану и тарелочке. Да, да, еще ножками. Вот так или иначе, Ульрих с Хэтфиллом объединились. Нужно было вызвать... Начинающейся группе нужно было название. Тут забавно, что у них был знакомый общий, который как раз собирался основывать Metal Journal. И, в общем, он обсуждал с Ульрихом разнообразные названия для журнала и назвал их Ларсу. Ларс такой, ну вот это хорошее, это хорошее, нет. А вот Metallica, ну точно нет. Вот такой чувак, ну да, наверное, ты прав. Ну и, в общем, название Metallica он забрал себе. Но, кстати, нужно отметить, что уже в истории существовал коллектив Metallica. Это был джаз-бенд, там, 50-х, если не ошибаюсь, или что-то таковое. Но об этом тогда никто и не помнил, да и сейчас об этом никто ни хрена не знает. Это вообще не принципиально. Как я понимаю, тот коллектив настолько ушел века, что никаких исков по этому поводу не было. Другое дело, что вот ребята, которые хотят найти композиции той группы где-нибудь ВКонтакте, наверное, вот просто исплевались, я думаю. Вот такая, всего-то же Metallica. Да, джазисты настоящие, нормальные джазисты, черт. Так или иначе, им нужен был соло-гитарист. И по объявлению пришел Дэйв Мастейн. Вы все знаете Дэйв Мастейна, Дэйва Мастейна. Дэйв Мастейн позже основал еще одну группу. Рыжий демон, да. Большой четверки трэш-металла Мегадесс. Мегадесс, да. Многие, кстати, даже не знают, что он вообще участвовал в Metallica. Ну, если вы не смотрели, авторство треков на первых двух альбомах группы, но об этом чуть позже. Дальше коллективу присоединяется басист Клифф Бёртон. И, в общем, коллектив в таком составе решает, что нужно переезжать в Сан-Франциско. Потому что в этом глэме настоящему мужскому металлу не пробиться. Они переезжают в Сан-Франциско и записывают ряд демо. Удивительно, кстати, насколько они вот все это воспринимали всерьез. Война между глэммерами и трэшерами она была чуть ли не сам, что ни на есть, физической. То есть, ребята действительно били друг другу морды. Масте несколько раз вписывался за Ларса. Да, вот это все. То есть, и это не была кошачья драка. То есть, парни, которые носили спандекс, кстати, Металька тоже какое-то время спандекс носила. И они, ну, в смысле, вот эти лосины, штанишки обтягивающие, которые нам с девочками очень нравятся. Кстати, Сан-Франциско меньше, чем час лет от Лос-Анджелеса, если что. Записав ряд демо в Сан-Франциско, одно из демо попало к Джону Зазуле. Джон Зазула. Зазула. Зазуля. Из Нью-Йорка. Это был владелец самого известного музыкального магазина. Зазуля – это огурец такой маленький. Это еще подвали сборную Украины. Ну, еще бы. Зазула был владельцем самого известного магазина в Нью-Йорке музыкального. И, собственно, он так проникся этой демкой группы Металлика, что у него были какие-то средства, он какие-то деньги на дом, типа он оттуда деньги изъял и основал Мегафорс Рекордс. И чисто под группой Металлика, на самом деле. То есть потом этот лейбл уже поимел какую-то известную, стал пускать другие металл-группы, но по факту никакого лейбла до Металлики не было, и Мегафорс был основан чисто под нее. А вообще он огромное доверие к группе испытывал. То есть вот послушал эту демку и действительно так ими проникся. Он их даже к себе в дом пускал. Ну, в смысле, они жили у него, только пока они там бесчинствовали и громили все налево-направо. В общем, там через несколько лет он их попросил. Ну, потому что… Не надо быть свиньями. Не надо быть свиньями. Из экономии бюджета, как бы, потому что, по факту, денег на запись было вообще по минимуму, если Зазула, собственно, извлекал деньги из ипотечных ради того, чтобы оплачивать Металлику. Прежде чем Хэммит появился в коллективе, надо было каким-то образом избавиться от Мастейна, и они избавились от него очень технично. Мастейн однажды придирает глаза, а над ним склонилось, как в фильме Тарантино, трое ребят, и суют ему волшебный золотой билет в Вилли Вонке. Ну, на самом деле, на автобус. И говорят, что это автобус, который отвезет тебя домой, потому что ты больше not in band, ты больше не участник нашего коллектива. И, в общем, пришлось ему собрать вещички и уехать. Позднее он, конечно, очень переживал, Дэйв, что ему даже не провели разъяснительную беседу, из-за чего так. Потому что кутили-то все, шабашили все. Ой, не шабашили, шабашили. Шабашили-то подрабатывали. Да, это подрабатывали. А эти вообще шабашили? Шабашили. Нет, они, кстати, пытались работать. Хэдфилд пытался, например, вырезать какие-то детальки на заводе из картона. Потом оказалось, что ее вообще не очень. Получается работать, да. Знаменито это. А Мастейн подрабатывал торговлей наркотиков. То есть он как бы тоже работу, он подработку нашел. Но вот считается, что именно его пристрастие к тяжелым наркотикам, он там спитболы по вене катал, он, в общем, не вписывался в коллектив. Ребята травку курили, а вот такую жесть они принимать отказывали. Думаю, основная, в общем, причина была, он, скорее всего, все разъяснили, просто он нихрена не запомнил. В общем, он был наркоманом, алкоголиком и дебоширом. Из коллектива его исключили. И на место соло-гитариста взяли Кирка Хаммета из группы Exodus. И таким образом мы имеем тот состав, который звучал не на демо, а который уже будет звучать на альбомах. И переходим к первой пластинке Kill Em All 1983 года. Metal Up Your Ass. Это первое название группы, ой, первое название альбома было. И если бы они так и назвали, то это был бы Glam альбом. Но они давно уже уехали из Лос-Анджелеса, поэтому Kill Em All. В общем, первый альбом, первый настоящий альбом трэш-метала, это и есть Kill Em All. Это жужжащее произведение. Как мы уже сказали в превью, что это вот на деньги Зазулы было записано. Жужжащее произведение? О составе. Все сказано. В целом, в общем, запись альбома обошлась в 15 тысяч долларов. В 83-м году это большие деньги, большие деньги для обычных людей, потому что, ну, Зазулы, хоть и владелец магазина Rock'n'Roll Heaven, но понимаете, что такое одиночный, не сетевой, иди в магазин музыки, как бы рок-музыки. Ну, типа 15 тысяч долларов, это реально большие деньги, а ребята из Метеллики не обладали никакими капиталами. Все-таки это были ребята из обычных семей, очень такого скромного происхождения, рабочекрестьянского. Авторами всех композиций альбома являются Хэтфилд и Ульрих, но поскольку Мастейн участвовал в коллективе, он звучал на демо, то в четырех песнях он также значится соавтором. И как бы их Хэммит в своих соло использовал наработки соло Мастейна. Нельзя сказать, что он прям повторил соло Мастейна, но наработки использовал, соответственно, автором в четырех песнях значится Мастейн. Так что Мастейн, по сути, не засветился в Метеллике как музыкант, ну, потому что, ну, демо, кто слушает демо, на альбомах же его нет, но как автор он в Метеллике засветился. Ну, вот, например, не совсем согласна. Дело в том, что Мастейн все-таки сочинял рифы. В чем, собственно, заключается авторство Хэдфилда на этих альбомах? Он сочинял гитарные рифы. Он вообще вот из тех людей, которые сочиняют, держа в руках гитару. Вот, у них сразу наладилось, именно вот этот тип производства у них сразу наладился. Те, кто играет на гитарах, сидят дома, записывают то, что им приходит в голову на какие-то кассеты и присылают Ларсу Ульриху, барабайщику коллектива. А тот отслушивает и, как вот пазлы, собирает из этого уже композицию. То есть, это именно композиторский талант у Ульриха ставит на особенное место, ну, среди меня, по крайней мере, Металлику. Вот, то есть, он собирает эти рифы, эти маленькие разрозненные кусочки, написанные часто разными совершенно авторами, получается. Вот, он их собирает в уже законченное произведение. И вот эту конструкцию нам всем и предлагается уже слушать в виде вот песни. После чего уже, кстати говоря, вот Хэтфилд сочиняет слова. Хэтфилд сочинял слова, и ему пришлось взять на себя обязанности политвокалу. Тут они, конечно, с Мастейном в свое время, они ведь имели и концертную деятельность до того, как Мастейна попросили из группы. И функции фронтмена возлагались как раз на Дэйва в Металлике. Он отвечал за паблик релейшнс, он общался с публикой. Хэтфилд в силу своего воспитания и вообще характера, который у него к тому времени сформировался, старался держаться в тени немножко. И вот он мотал-мотал на ус, а когда его не стало, ему пришлось взять на себя все обязанности фронтмена. И не просто там что-то рычать в микрофон эти песни, там, знаешь, как он там старается преодолеть свой юношеский голос. Он какое-то время даже пытался под фланта косить, но вот в самой ранней юности я слышала упоительно, упоительно. Скорее всего, это все ограничивалось тем, что он массировался сок. Общение с публикой, пение, вообще само по себе вот это вот состояние на сцене теперь уже на плечах у Хэтфилда, который, кстати говоря, вообще очень много принял от жизни к своему довольно юному возрасту. У него там мама умерла, когда ему 16 было, он там без отца остался, то есть он вообще круглая сирота, ему терять нечего, он там в Сан-Франциско в группе своей сочиняется стихи. Вот, и еще рифы пишет, а их потом какой-то датчанин, датский теннисист, собирает из них песни. И вот они вот целый альбом записали. И вот Мастейн предложил вот таким же образом на суд несколько своих таких наработок на кассетах. И вот они как раз и использовались. Вот что значит Кирк Хэммитт использовал соло. Песня, которая «Four Hortzman» называется на альбоме «Kill and All» вот вторая песня, она считается, что написана полностью Мастейном. Это не совсем так. Примерно такую песню, ну под названием «Mechanics» Мегадет исполняет по сей день на своих концертах. Это хит? Да, у них это хит. И они играют «Mechanics» чуть ли не в полтора раза быстрее. И совершенно другой образ в этой песне рождается из-за темпа. То есть оно звучит совсем по-другому. Но в общем-то это все-таки огромный пласт работы. Ну то есть в целом Мастейн наработал не только соло, но и рифы. В общем, вклад он в «Металлике» оставил так и иначе. Да, внес большой. А кто еще внес вклад, это при небольшом бюджете в 15 тысяч долларов, который и так был превышен, по факту 15 тысяч долларов не рассчитывали. Был великий звукорежиссер Пол Карсио нанят. Я не знаю, что он еще звукорежиссировал. Но в целом нужно отметить, что это тоже сделал большой вклад, потому что вот этот вот жужжащий звук, который мы имеем, во многом получили благодаря ему. Потому что он, как человек, видимо, трусливый, старой формации, он боялся дать прямо вот плотного звука «Металлике». Он то убавит, то это убавит, то здесь убавит, то все выровняет. И в результате мы получили, я считаю, что реально жужжащий звук с огромным количеством высоких, перебором высоких. Просто в трэш-метале такого количества высоких быть не должно, так или иначе. Я понимаю, что это был вообще, в принципе, первый альбом настоящего трэш-метала. И тогда не было понятно, как должно быть в трэш-метале. Но это как бы первая ласточка, потому что то, что потом спрямлялось, то, что называют ныне олдскул трэш-металом, он звучал не совсем так. Потому что здесь очень большое количество, я считаю, наработок еще не для трэш-метала, а для панка, для панк-рока произошло. То есть вот так стал звучать позже панк-рок американской школы. Такой вот панк-металл и получался. То есть это такой и рок, и протест, и крик, и ор, и виска, и вязка. Все на свете. И крушающаяся машина. К сожалению, из-за этой работы, то есть звукорежиссера. Ты не переживай, кстати. Металхеды с опытом, они вообще этих частот уже давно не слышат. Так что у них все идеально. У меня бы... Такая проблема в чем? Я считаю, что здесь довольно хороший материал. Довольно качественно, довольно разнообразный. Здесь есть припевы, здесь есть разные ифы. Но из-за этого... Разные тональности, чем они бы думали вообще не грешили. Но из-за этого, из-за такой звукорежиссуры, мы получаем так, как будто вот... Одна композиция заканчивается, особенно для людей, например, неподготовленных к тяжелой музыкальной сцене. Первый трек закончился, отжужжал, закончился, начинался второй. Он такой же, но подлиннее. Третий такой же, но покороче. То есть, этот звукорежиссер добился того, что разнообразные песни стали взять все одинаково. Целый альбом одинакового материала. Как будто бы. Хотя, на самом деле, если прислушаться, то это разнообразная, хорошая, качественная музыка, которая открыла дорогу что трэш-металу, что американ панк-року. Но очень низкий уровень звукорежиссуры. Хотя, понятно, что потом ремонстрировали. Но что делать, если уже изначально... Ты сколько не бери мастер-ленты и не пересводи. Если у тебя изначально так, то изначально так. Ну, кому это недостаток, а кому достоинство. Кто-то называет это, наоборот, однородностью. И считает, что это как-то сцепляет материал, цементирует его. И потом, недаром, когда Фли ввозил металлику в зал славы рок-н-ролла, он упомянул именно киломол. Каждый, кто вводит в зал славы рок-н-ролла какую-то группу, он должен речь прочитать. И вот Фли, это басисты, Red Hot Chili Peppers, кто-то не понял. И он сказал, что, услышав впервые Hit the Light композицию, открывашку киломола, он услышал ее по радио в машине. Он так обомлел, что понял, что хочет посвятить этому свою жизнь. То есть Фли стал басистом, потому что услышал вот это вот. Он понял, что вот он хочет так играть, он хочет эту музыку. 1984, sometimes 1984... Я согласен, это важнейший альбом. Это альбом с хорошим материалом. Это абсолютно новаторский альбом для метал-сцены 83-го года. Но, к сожалению, вот эта его однородность здесь немного из-за звукорежиссура стала однообразностью. В какой-то степени. Однако альбом сработал. Да, денег он Металлике не принес. Хит-парады, они попали позже. Трижды Платиновый он стал, но, разумеется, еще гораздо позже, там, в начале 90-х. Но это все не важно. Они в метал-кругах, они стали известны. В метал-кругах на них обратили внимание. И... То есть, как бы, закрутилось, закрутилось. Он сработал именно тем, что закрутилось. На Металлику обратили внимание, как на что-то совершенно новое. Как на новое дуновенье на тяжелой сцене. Ручеек. Ручеек. Свежий, да. Да, свежий ручеек. Как свежая вода. А вообще, был хит на этом альбоме, Second Destroy. Был хитом. Вот. И он прямо, ну, запал в душу людям. Он наименее металлический, он наименее срышовый на альбоме. И, наверное, поэтому он такой больше в хард-рок отдает. Вот. Секрет-дестрои. Секрет-дестрои. Да, но это все было больше в подпольных каких-то клубных кругах хитом и так далее. То есть, это все было еще не уровня Биллборда. Надо понимать, да, масштаб. Но альбом так или иначе сработал в плане того, что группа начала свою раскрутку. И таким образом мы переходим ко второй пластинке Ride the Lightning. Надо было укреплять свое зарождающееся преимущество в хэви-метале. Ну, так или иначе, трэш-метал, это все-таки вид хэви-метал. Стиль. Под стиль хэви-метал. Скажем так. Группа решила писать вторую пластинку. Но Хэтфилл, кстати, сомневался, хочет ли он быть солистом в коллективе. И хотел все-таки быть просто рифачом. Скажем так. И даже было сделано предложение вокалисту группы Armored Saint стать вокалистом группы Metallica. Вы знаете группу Armored Saint? Любой из вас знает группу Armored Saint? Если знаете, отпишитесь в комментарии. Даже я не знаю. Отпишитесь от канала. В общем, слава богу, что так не случилось. Я не то, чтобы сильно фанатерил от Хэтфилла, но вокалист группы Armored Saint. Нам точно не нужен группы Metallica. Вот. И были учтены ошибки предыдущей пластинки. То есть, разумеется, этот великий звукорежиссер больше никогда не имел дела с Metallica. И, надеюсь, больше не имел дела вообще ни с какими группами. Пусть пишет то, что умеет. Не знаю, что он умеет. И коллектив отправился для записи на родину Ульриха в Данию. И продюсер... Там уже все подбито. Со всеми можно договориться. Вот. Это маленькая страна. Там, в Датском королевстве, совсем другой удельный вес у семьи Ульрихов. Все-таки отец Ульриха знаменитый в Дании теннессист. У них там династия. Философ и меломан. И там у него связи. И поэтому они нашли уже достаточно такого человека, который уже заинтересован в том, чтобы появилась какая-то новая, свежо звучащая музыка. Новый металл. Тем более, что эти вот нордические ребята, они вообще как бы за то, чтобы было побольше гитары, вот этого металла. И в дело вступает Флемин Крассмуссон, который выступает продюсером этого альбома. А заинтересовал он коллектив, потому что он был продюсером альбома Difficult to Cue группы Rainbow. Кстати, если говорить о том, что они, конечно, поехали в Данию записываться, но о материальном положении группы на тот момент может рассказать история с пропажей инструментов. Да, история с пропажей инструментов. Ну, не только инструментов. Дело в том, что у группы был целый фургончик оборудования. Это и усилители, и инструменты, и ударная установка. И в какой-то момент у них просто угнали этот фургончик, и ребята остались без инструментария, без возможности даже выступать и зарабатывать деньги хотя бы концертами. Ну, и, естественно, записываться тоже, заниматься было не на чем. Их приютила группа наименее известная из большой четверки, Аттрекс. С ребятами они уже давно в приятельских отношениях были, ну, вот они к себе там на каком-то заброшенном заводе они сами жили, и ребят к себе пустили тоже. Дали им свои инструменты играть на них, то есть очень по-товарищески себя поверили. Ну, как бы, понимаете, то есть для них угон фургоника это было как конец жизни примерно. Ну, да. А, кстати, ремарка по поводу группы Аттрекс. Аттрекс все-таки по продажам превосходит группу Слэйр, но есть один минус. Я считаю, что Аттрекс не относится к трэш-металу вообще никаким боком. Вот проблема. Почему они ходят в четверку трэш-металу, неизвестно, но мы сейчас не об Аттрекс, а ты так ремарка. Да, и не о Слэйре тоже. Название альбома Ride the Lightning было взято из Стивена Кинга. Это означает, собственно, казнить на электрическом стуле, по факту. Осидлай молнию. Да, осидлай молнию, казнись. Да, физиоматическое выражение. Это казни, да, на электрическом стуле. И тут тоже я бы хотела сделать ремарочку, что это личные персональные фантазии Хэдфилда. Ему часто снились кошмары, ему казалось, что он будет казнен на электрическом стуле, что он в дурке там просыпается. Он позднее и в интервью тоже об этом распространялся, но иногда выписывался в песнях, вот таким образом. То есть его головные боли мучили, потому что его родители были адептами церкви христианской науки. Мы не поддерживаем никакие секты, рок-н-крафт не поддерживает секты. Да, рок-н-крафт против сект. Адепты церкви христианской науки, они уверены, что ни в коем случае нельзя прибегать ни к какой медицинской помощи, что все болезни излечивается сам Господь. Он их посылает, он их и забирает у человека. Или жизнь. Ну, значит, так Боженька решил. И вот в какой-то момент он забрал у Хэтфилда маму, и весь этот самый, весь цитрамон из тумбочки тоже Боженька спер. Ну, Боженька конкретного отделения. Конкретного сектанства. Да. В Штатах любят всякие мелкие такие ответвления с острянными идеями. Вот он не употреблял таблетки для излечивания головной боли, и поэтому мучился все детство кошмарами. А после смерти матери он переехал жить к своим родственникам, и ему стали давать уже нормальные таблетки. Он прям открыл для себя новую жизнь. Ну, запись альбома обошлась в 30 тысяч долларов. То есть в два раза больше, опять превысили бюджет. Ставки повышаются. Да. И, в общем, Джон Зазула, конечно, человеку важнейший. Без него, возможно, бы это вообще бы все не состоялось, и состоялось бы позже, не в тот момент. Это уже было бы все не то. Но, однако, этот чувак, конечно, молодец, но он не смог потянуть эти 30 тысяч долларов никаким уже образом, потому что он уже потратил 15 на предыдущий альбом. И, в общем, был плюс в том, что он договорился с Music for Nations, а это европейский лейбл, который, собственно, хоть как-то раскручивал металлику в Европе. И, то есть, все эти 30 тысяч долларов были оплачены исключительно Music for Nations. Денег он не нашел. Ну, ладно, хорошо, он привел эти деньги в коллектив. Так или иначе, альбом был оплачен. Там, кстати, была возможность перейти на Bronze Records. Bronze Records – это Jerry Brown. Это, собственно, компания, которая жила за счет группы Юра и Хип. И, как бы, на самом деле... То есть, Юра и Хиппи, Геннадий, и Металику унести. Ну, это был совершенно основной коллектив для Bronze Records. И Bronze Records, на самом деле, закончилась тогда, когда Юра и Хиппи в середине 80-х, то есть, буквально через пару лет, потерял популярность, и Bronze Records закончилась. То есть, правильно, что они перешли, а, а, б, правильно вдвойне. Потому что Jerry Brown, собственно, владелец Bronze Records, сказал, что перейти к нему можно, только если перемикшируем альбом. Я уверен, при его любви к Юра и Хиппу, я представляю, чтобы мы его получили из Ride the Lightning после его перемикширования. Так что, нет, они отказались и правильно сделали. Потому что я считаю, что Ride the Lightning – это лучший альбом в Металлике, в классической. Дай пятку, я так же считаю. Я очень выделяю этот альбом, потому что это огромный скачок, на самом деле, авторский. То есть, я вот рассказала про их метод, где они записывают рифы, отсылают ту лирику, он там собирает. Этот принцип не менялся многие годы. А когда они попытались его изменить, их ожидал очень неприятный сюрприз. Но это годами позже случилось. Поэтому здесь они работают по тому же принципу. И все же им удается сочинить альбом с огромным количеством такой музыки, которая самостоятельно иллюстрирует то, о чем песни, собственно. То есть, необязательно знать текст, чтобы понять, о чем песня. Или текст можно немножко недописывать. У Хэтфилда появилась такая манера, стала наклевываться именно в лирике. Он перестал напрямую какой-то текст сочинять, где рассказывает связанную историю. А он просто накидывает образов пачками. И к черному альбому это вообще кристаллизовалось у него. Он просто накидывает образов пачками, как будто бы это какие-то разрозненные фразы. Символист. 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 Ставь лайк, если ты символист. Если Хэтфилд полностью символист в лирике, то, как ни странно, вся группа целиком и вместе, они избирают уже такие приемы, такие формы подачи звука, при которых вдруг образы, как картинки, начинают возникать у особых впечатлительных в голове уже сами по себе. Тем более, что очень хочется обратить внимание вот еще на что. Тематика песен. Все это время они никогда не обращались к любовной лирике, полностью ее избегали. По всей видимости, есть какой-то этикет металлический. Ну да, потому что иначе можно скатиться в Лос-Анджелесе, с которого они уйдут. В Лос-Анджелес. Ситуация с угнанным фургоном была прожита полностью и перемолота в единственную балладу на альбоме «Fate to Black». Но даже здесь юношеский максимализм... Первая баллада «Металлик». Первая, вообще самая первая баллада «Металлик» и юношеский максимализм Хэтфилда не позволил ему связать вот это все с какими-то личными переживаниями. Он просто написал песню о том, как он хочет уйти из жизни. Какой-то вот персональный ад описал. И вот на этом как бы и закончили. Ну что нужно отметить авторами? То есть на альбоме заявлены все четверо участников, в отличие от первого альбома. Ну опять два трека приписаны «Мастейну». Ну это та же схема, что и на первом альбоме. То есть как бы не будем повторяться. Да, некоторые риффы просто принадлежали «Мастейну». А у него уже в своем проекте они стали самостоятельными произведениями. Альбом вышел на «Мегафорс» также, но тут поперло, ну как бы уже поперло. Это уже можно давать поперло. И в общем через два месяца с «Мегафорс» контракт был расторгнут и заключили контракт с «Электро». Та самая, например, «Электро», которая выпускала «Куин», предположим, в США. Вот смотрите, тут у нас есть путеводитель по «Куин». Вот. И опять еще «Планета Голливуд» хороший ресторан. То есть «Металлика» наконец вышла на новый уровень. А чисто по музыке альбома «Райд Делайтен», вот для меня как непрофессионала, непрофессионала в трэш-метре, непрофессионала в «Металлике» такого, не то что большого любителя. Почему я это считаю... Профессиональный любитель «Металлика», я бы посмотрела. Я думаю, такие встречаются частенько. Он очень сильно отличается от «Кил и Мола». Из «Кил и Мола» здесь взято только лучшее, что было на «Кил и Моле». А тут есть трэш-метал. Вот как раз вот это вот «Райд Делайтен» звучит именно так, как должен звучать олдскульный трэш-метал. Вот это, я считаю, первый настоящий альбом трэш-метал в истории музыки. Вот именно трэш-метал без всякого панка. То есть от панка тут уже ничего не осталось. Это чистое трэш-метал. Здесь есть крутые рифы, здесь есть крутые припевы, здесь есть куча драйва, здесь есть потрясающие соло. И здесь нет проходных композиций. Считается, что одна есть, но удивительным образом она, проходная на таком высоком уровне проходит, что в каких-нибудь реально поздних альбомах «Металлики» это был бы просто главный хит. Но в моем понимании, единственная проходная композиция – это «Call of Cthulhu». Не на камеру? Я на самом деле, я просто не понимаю инструментала «Металлики». Я считаю, что они дико растянуты, и вот именно там нет ни драйва, ни идеи. Это все потому, что ты вообще даже понятия не имеешь, что такое программная музыка. Хотя, казалось бы, такой любитель прок-рока и не знает, что такое программная музыка, откуда, собственно, самого выражения прок-рока. А я не тот люблю прок-рока, я не группу «Ес» и «Дженезис» не люблю. Нет, а «Ес» и «Дженезис» не вывозят то, о чем я сейчас хочу рассказать. Дело в том, что в истории музыки вообще-то огромное количество примеров, когда люди, типа, допустим, знаменитого русского композитора Лядова сочиняли музыкальное произведение для оркестра или для фортепиано, это неважно совершенно для какого состава, которое говорило само за себя. Они рассказывали некую историю, то есть какую-то последовательность событий передавали музыкальным языком. И именно это удалось, совершенно точно удалось сделать с Металлики в композиции, закрывающей альбом, который называется «The Call of Cthulhu», то есть «Зов к Туху» по одноименному роману Лавкрафта. Да, 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 мы все знаем, что да, это гигантские, осьминогоподобное страшное существо, хтоническое чудовище. Ну да, видите, оно между нами тут сидит. Это вот. Лавкрафт, между прочим, надо отдельно это отметить, любимейший писатель Клиффа Бертона, басиста Металлики. При этом, кстати говоря, Клифф вообще очень начитанный юноша, и любовь к литературе, и к классической музыке, кстати говоря, в какой-то степени передал и своему ближайшему другу Джеймсу Хэтфилду. То есть тут вот надо заметить, что еще в коллективе была очень дружеская атмосфера, люди были очень крепко спаяны персонально, то есть это была именно банда. А не сборище каких-то вот чувачков, которые там что-то... То есть даже вот этот вот их метод, что они вот записывают на кассеты, отсылают одному, в принципе, он возможен у людей, которые не имеют ничего общего. А они постоянно старались вариться в каком-то одном соку, и именно Бертон, который владел нотной грамотой и умел даже немножко играть на фортепиано, насколько ему там травмированный палец позволял, у него не работал один палец на правой руке, у него совершенно уникальная техника игры, пальцевая техника игры на басу с вот этим вот неработающим пальцем. То есть он очень виртуозный бас-гитарист, в каком-то смысле самоучка, с необычной техникой, которую кто-то даже пытается повторить безуспешно. А я замечал, частенько бывает такая ситуация, когда выдающая техника появляется из-за какого-нибудь проблемы. Ну как у Нопфлера был самоучитель от одной гитаре, от акустической гитары, а гитара была электро, ну вот такого плана, и вот такие выникальные техники, потому что у тебя нет вариантов. Ну вообще человек довольно адаптивная тварь, да. И удивительно, что когда вот какие-то необычные изъяны, они превращаются во что-то прекрасное, если человек вкладывает в это свои силы, свой талант, то, конечно, да, что-то такое причудливое вырастает, какой-то грипп-трутовик такой. И вот он большой любитель литературы, и эту любовь к чтению книг он передал Джеймсу, а Джеймс все мотал на ус, опять же. И на альбоме «Райд Де Лайтнинг» как минимум 4 композиции, которые посвящены темам, которые мало как вообще так поднимались. То есть они такие, я бы сказала, интеллигентные такие композиции. «Зов к Тулху», то есть роман Лакрафта, полностью переданный музыкальным языком, то есть вся история романа читается на музыкальном уровне, практически как книжка. Если ты читал роман, то ты узнаешь каждый эпизод, как поднимается этот город, рельеф из воды, как возникает это чудовище. Весь этот масштаб показан, как оно прям поднимается из воды, это прям можно услышать. Как человек сидит и пишет при звуке, не знаю, какой-то керосиновой лампой, как она немножко там жужжит. Вот это вот все. Но это только если вы являетесь настоящим проникнутым поклонником «Металлики». Лавкрафта. И Лавкрафта. То есть как бы для просто обывателя, которому близок металл. Это просто набор звуков, который длится очень долго. Именно поэтому я считаю, это самая слабая композиция альбома. «Оказахи египетских Криппин Дэс» композиция называется. То есть это та часть Ветхого Завета, из Библии взята. История о том, что фараон, а также все не иудеи, потеряют своих первенцев в ночь, когда пролетит дух, забирающий вот этих вот младенцев. А иудеи должны помазать кровью ягненка свои косяки и тем самым обозначат дома, где живут богоизбранный народ. Вот где косяки помазаны кровью, там, значит, младенцы не погибнут. И вот это вот «creeping death», это вот крадущаяся смерть, вот это вот, это вот этот вот дух, который забирает малышу. Малышню неугодную. А я отмечу эту композицию как настоящий трэш-метал, но с хитовым припевом. Потому что что обычно олдскульные трэш-металисты любят сделать? Они любят вот это что-то нарубил, 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 попилил, а песня закончилась. А тут уже как бы металлика тогда уже мыслили хитовыми мерками, хитовыми мерками. И к тому же вот этот главный рифф вот в середине, которым они любят разгонять толпу, они его многократно повторяют на самих концертах. Причем он его сочинил совершенно отдельно, вообще еще даже не играя ни в одной группе, ни в экзодусе, который, кстати, называется «Исход». Это так, ну, по имени, по одной из книг из Библии тоже. И я бы лучше бы эту группу включил бы большую четверку трэш металла, а не Антрекса. Вместо Антрекса. Ну, вот, вот персональная четверка Роккнкрафт. Подожди, если ты говоришь, я бы оттуда и слэйр бы выкинул, вместо него оверкил поставил, но я понимаю, почему слэйр в этой четверке, потому что это отличается от остальных. Самое главное, что ты оставил там Мегадет. Нет, 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 святое. Святое. Дэйв, привет! Дэйв, мы с тобой, здоровья тебе. Ставь лайк, подписывайся на канал. For Whom the Bell Tolls так прямо называется роман Хемингуэя, по ком звонит колокол. Конфедератов и Янки. Трэп Тон Дайс. Трэп Тон Дайс, наверное, это она и считается слабой песней, да? Это вот тобой считается слабой песней. Следующая за ней Escape. А, Escape, Escape считается. Я не знаю, по мне нет, Escape, она имеет хитовость, а вот Трэп Тон Дайс не имеет никакой хитовости, на мой взгляд. Это как раз композиция. Я когда первый раз слушала альбом, я слушала его непрерывно, я думала, что Escape это просто продолжение песни Trapped in the Rise. То есть, она начинается в той же тональности, только чуть-чуть помедленнее, но я уже привыкла к тому, что они иногда в композициях меняют рифы, делают какую-то сбивку, и я думала, ну, окей. А потом оказалось, что это просто следующая композиция. А я вот Trap on Dice как раз, то есть Escape у меня вполне логично звучит как часть альбома Ride the Light, но вот Trap on Dice это такой, это претеча следующего альбома, которому, нет, это претеча не следующая, это претеча And Justice for All. Вот тогда зародился And Justice for All именно в композиции Trap on Dice. Слушай, не самая худшая зародилась. Собственно, про ангела противоречия, который был свергнут Господом прямо в недры земные, и он был с такой силой туда низвергнут, что по пояс вогнался в землю, и пытаясь своими огромными крыльями, он находился в неком кипящем озере, вот, и он своими крыльями попытался так размахнуться, чтобы вылететь, и он так активно машет крыльями, что это озеро просто замерзло, и он вмерз по пояс в ледяное озеро, то есть посреди ада, согласно Данте Алигьери, есть некое озеро, полностью ледяное, кругом все кипит, горит огнем, вот, но оно постоянно во льду, потому что тот, кто там вмерз, собственно, самый главный персонаж, тот, кого нельзя называть, он остался в аду навсегда, это сатана. Ну, это, понимаешь, ты языческий уже заморозил? Почему сатан заморозил? Крыльями своими, он так и махал, пытался вылететь, что вот этот ветер, ветер заморозил? Да, там сразу такой холод образовался, что озеро замерзло. Какой-то в этой истории нет логики. В этой истории, как во всех архаичных историях, есть столько мощные образы, никакой логики. Как в этой композиции, трепет Андрайс, в ней нет. Логики только мощные образы. Абсолютно адекватные истории, которые там рассказывали. А еще бы хотел немножко отметить Расмусона по поводу того, что мне, в принципе, не нравится звук Расмусона ни на одном альбоме, где он вообще работал. Я слушал много чего, где он работал. Но нужно отметить, что он смог грамотно выцепить самое важное, что понравилось зарождающимся движению трэш-металистов, что понравилось на киломоле, и сделать это мощно. Это ему удалось. И это еще один плюс, кроме того, который я уже назвал плюсов композиции. Это тоже плюс, и это плюс именно Расмусона в данный момент, потому что это явно плюс не металлики, потому что мы слышали, что был на киломол, и это как бы без Расмуса на киломол было невозможно. А состав был тот же. Огромный скачок, да, для всего человечества. Маленький шажок на 15 тысяч долларов. Мы имеем лучший альбом вот той металлики, которая она появилась. У металлики есть две жизни. Вот в первой жизни именно здесь появилась та самая металлика из первой жизни. ты хотел сказать ипостась. Ипостась, да. Точно. Ипостась. Из первой ипостаси. Собственно, вот эта металлика появилась именно на этом альбоме. И этот же альбом и является лучшим в этой ипостаси металлики. А мы переходим к третьей пластинке Master of Puppets. Тоже самый лучший в этой ипостаси. Пластинка Ride the Lightning только изначальный тираж был 75 тысяч экземпляров. И это еще до переиздания на Электри. то есть все успех есть. Разумеется, переход на Электро совершенно другой менеджмент, новые менеджеры у коллектива. И компания уже берется за то, чтобы действительно раскрутить этот коллектив, потому что уже всем очевидно, это будущее металла, это настоящее будущее металла. и группа приступает к записи третьей пластинки Master of Puppets, как большинство людей в мире знает пластинку Master of Puppets, те, кто знает металл, и из ранней металлики именно молятся именно на эту пластинку. Тем более, что обложка этой пластинки вот она же очень популярна, то есть, когда ты видишь футболки с металликой, это обычно футболки с обложкой именно Master of Puppets, кукловода. То есть, это кресты, солдатские майгилы, ряды крестов, и на первом плане это не очень бросается в глаза, но там вот эта вот каска, маленький жетончик, и там плащик, такой повадка. По продюсерам альбома снова выступил Расмуссон, хотя Ульрих хотел Генди Ли. Расмуссон, между прочим, еще во время записи Ride the Lining подтянул барабанную технику Ульриха. Так, между делом, потому что выяснилось, что он так себе в ритм попадает. Очень ускорялся. То есть, Ларс, как барабанщик с не самым большим опытом, он очень разгонялся во время игры и очень ускорял композиции, ребятам было почти неудобно играть с ним. Это удивительно, наверное, парадоксально, но как только у Ларса устаканилась техника игры на барабанах, так начал падать уровень игры у гитариста группы, но это закономерно, потому что им нужно было соответствовать, да, им нужно было соответствовать той скорости, которую он развивал. Ну, в общем, демон был, конечно, в тех годах. Ну, а Генди Ли, собственно, это кумир. Ульрих, он хотел проработать с кумиром. На самом деле, Генди Ли был в целом не против, но графики не совпали, а он, на самом деле, Ульрих должен был быть благодарен Расмуссену, ну, и, в общем, он, похоже, ему благодарен, и альбом снова писался в Дании, снова с Расмуссеном, но только уже при нормальном бюджете, потому что Электр, разумеется, давала нормальный бюджет, и, что по мне есть Master of Puppets, по мне Master of Puppets это вырезанное продолжение Ride the Lightning, то есть Ride the Lightning это был дикий драйв, это была дикая энергия. Master of Puppets это трэш-метал, олдскульный, идеальный, идеально выдроченный, записанный на мейджор-лейбле. Может быть, он и выдроченный, но ты знаешь, я тебе так скажу, все-таки меня при прослушивании ощущение вот как раз однородности не возникает, вот разрозненности, вот даже заглавная композиция на альбоме, она очень выбивается по звуку из общей картины, то есть есть ощущение все-таки неоднородности. А это именно потому, что мейджор-лейбл, потому что мейджор-лейбл нужно было получить отличный продаваемый альбом, набитый хитами, а в тот момент, поскольку трэш-метал вышел на пик своей популярности в 86-м году, то есть вообще Master of Puppets стал первым в истории платиновый трэш-металлический альбом. Соответственно, им важны были хиты, им нужна была однородность, им нужно было набить альбом хитами именно в этом стиле. Это трэш-метал, трэш-метал, здесь хитов, хиты есть, здесь достаточно хитов. Здесь такой уровень материала, он не уступает ради Lightning. Что по мне уступает? Уступает именно подача, уступает подача и дикость, здесь нет дикости. Здесь есть ощущение большого лейбла, здесь ощущение продаж, здесь деньги, здесь чувствуются деньги, наверное, денег еще не чувствовалось, они чувствуются деньги. Я бы сказала, что с продажами-то, оно, конечно, да, но все-таки вот то, что появилось на молнии, оно вот уже закрепилось здесь. Вот это вот полетная гитара в соло у Хэммита и преодоленный страх перед медленными песнями. они вдруг открыли в себе способность сочинять музыку медленную и выразительную, при этом они каким-то удивительным образом нашли такой баланс между медленной и выразительной музыкой, но не дают этому скатиться в ту песню, под которую ты впервые девочку поцеловал. То есть, они Это они в 91-м сделают. Тише, не надо все, каждый ты в 91-м году первый раз девочку поцеловал. А может, а может. Подписчики пишите, сколько мне лет, вы это любите. Обычно мне пишут, что мне 18-ти нет. Если честно, они нашли довольно остроумный способ совместить свою вот эту уникальную способность сочинять вдумчивую, медленную красивую музыку, но не нарушать при этом вот этого, как я уже говорила, металлического этикета. То есть, то, за что даже из Лос-Анджелеса ребята приедут и морду набьют. Вот они эти медленные песни сделали вставками в свои быстрые песни. То есть, они перемежают медлячки с боевичками прямо на протяжении одной песни. Вот что санитариум начинается, вот как будто бы это осень в Париже. Или там, я не знаю, середина той же заглавной Master of Puppets, середина кукловода. Это соло, между прочим, вот эта медленная часть, она же попала в какие-то умопомраченные списки лучших соло вообще за всю историю рок-музыки и все такое. Но все-таки лучшее соло, оно в той песне про девочку. Это не песня про девочку. Нет, нет. Про мальчик. Кстати, насчет Лос-Анджелеса, они вот именно тут, они были максимально близки к тому, от чего они бежали. Потому что микс-альбомом, микс-альбома как бы завершил не Расмуссен, а Михаил Вагенер. А Михаил Вагенер это такой чувак, который работал со всеми известными глэмовиками. Вот то, от чего бежали к тому и пришли. Например, в 80-х Элиса Купера сводил именно Михаил Вагенер. Он и досвел мастеров папиц. Именно по желанию, я уверен, по желанию мейджор-лейбла, потому что они понимали, что нужно полностью добить, вот добьем хитовость, короче, вот чуть-чуть не хватает, а вот сейчас мы сделаем идеальную. Он сделал, не знаю, это же сработало. Нужен формат и продаваемость, да. И несмотря на то, что Орион, то есть созвездие Ориона, композиция тоже инструментальная полностью на альбоме. Она попроще по своему строению, то есть она более такая, менее напряженная, более легко воспринимаемая, более легкая для восприятия композиция. Тем более, что там очень простые образы, то есть там простая трехчастная форма, когда какое-то активное начало, вот, которое, честно говоря, я вот помню, когда я ознакомилась с творчеством группы, я слушала эту песню, и я слушала это начало, и у меня было прямое такое ощущение, что вот сейчас вот что-то будет такое, какая-то такая умоешь зародиться. Я лично считаю, что в металл в металлике никогда ничего не зарождается, и они вот начинаются, так и заканчиваются. Там очень многообещающее начало. А ну везде такое, заканчивается ничего. У меня лично возник образ вот этой вот отошедшей вот ступени последние вот у какого-то космического такого объекта, с ЭДКонтрол, просто захажут и вот они значит уже где-то оказались в таком безвоздушном пространстве и так там что-то парят. Вот есть у меня такой образ и это благодаря басу, конечно, Клиффа Бёртона. И к тому же о мелодике обязательно надо все-таки сказать. Не сказали мы о некоторых пристрастиях Клиффа на Килл и Моле это неожиданно становится заметным. Вот у них есть инструментал на Килл и Мол называется Анестезия Да, Пуэнтив Да, самый жужжащий по-моему трек на Львове. Да, это бессмысленное интро на мой взгляд. Ну, кому как. Здесь вот очень интересный момент. Большим поклонником Йоганна Себастьяна Баха внезапно оказывается бас-гитарист трэш-металлической группы. Вот он любит такого композитора древнего, но уже имеющего плотные и такие крепкие позиции в музыкальном мире. Совершенно как бы без сомнений это вершина на свой момент существования музыкальное. вот и бах как многие композиторы того времени был человеком подневольным и был вынужден быть приписан либо к церкви либо к какому-нибудь правящему там человеку. То есть он должен был сочинять это была обслуживающая музыканты это была такая обслуживающая сфера во времена баха то есть середина 18 века вот он дожил до середины 18 века и вот ситуация совершенно не менялась они были такая музыкальная обслуга вот и поэтому они зарабатывали не самые большие деньги они были вынуждены писать музыку к каждому режимному там событию церковного года и если они хотели чего-то сочинить нахалтурять то они не могли рассчитывать на целый оркестр на целый хор они сочиняли для какого-то одного инструмента как правило того на котором играли сами но иногда они могли подключиться и написать что-то для одного инструменталиста и вот например вот именно у баха были целые сюиты музыкальных произведений написанные для только одной скрипки представить себе что скрипка одна не в оркестре что-то играет солирует полностью передает музыкальный замысел фактура структура вот это все помыслить невозможно было а он взял и написал несколько партит только для одной скрипки или только для одной виолончели по всей видимости Бертон был как раз таки наслушан по вот этой вот сольной части Баха то есть он скорее всего вдохновлялся виолончельными партитами Баха когда сочинял свои басовые на 4 струны композиции там прямо мелодика его слышна вот прям как мысль двигается вот прям в этом направлении к сожалению если отбросить все твои профессиональные рассуждения то для обывателя это звучит ну реально у него вот чисто трек построенный на басовой партии так вот да никому бы в голову не пришло построить трек на одной лишь басовой партии если бы этот парень из прошу прощения Сан-Франциско это он был из Сан-Франциско да он был главным кто предлагал уехать туда из Лос-Анджелеса потому что понимал что там нет глем-сцены потому что он был в курсе Клифф был поклонником Баха и он слышал что этот опыт есть и это работает один инструмент может солировать поэтому он был лишен страха и сомнений на этот счет вот кто знает просто это эксперимент который он не побоялся поставить а этот эксперимент увековечен и имеет своих поклонников Мастеров Паппетт занял 29 место в билборде между прочим Металлика были в турне с Оззи Осборном это кстати тоже хорошо повлияло Оззи тогда был на коне в 86 году мы все знаем что случилось значит турне по Швеции в местах таких родных для Ульриха ну я понимаю Дания его родная страна ну Скандинами она вся ему родная я думаю там все просто недалеко в общем во время турне на гололед все такое Клифф Бертон выпал авария автобуса Клифф Бертон выпал на него упал автобус автобус стали поднимать лебедка оборвалась автобус упал второй раз на Клиффа Бертона после этого он был точно мертв он был точно мертв уже после первого падения автобуса доказано дело в том что Хэт рассказывал что они сразу мгновенно проснулись как только автобус перевернулся они вылезли в одних трусах ничего нечастливо наверное проснулись когда автобус врезался а ты уверен что Оззи проснулся когда автобус врезался в самолет да он его написал вот к ней у нас есть обзор автобус это один из самых смертоносных вообще видов транспорта в истории рок-музыки автобусы лишили жизни очень многих музыкантов но больше самолет если верите воспоминаниям Хэтфилда они проснулись сразу же как только случилась авария выскочили в одних трусах на улицу первый же его вопрос он орал как бешеный бык он орал где клип где клип где клип и они увидели его ноги они увидели его ноги торчащие из из-под автобуса и вот по его словам сразу было видно что с ним покончено то есть они поднимали автобус но они знали что ничего кроме трупа из-под автобуса они не извлекут ну так или иначе при обрыве лебедки история добила клиффа точно контрольный контрольный разумеется нужно было искать нового басиста и изначально вариантом был друг детства керка хаммита это лес клейпл который позже основал коллектив примус примус но это все прекрасно они как бы он им понравился они вместе поджимовали но он им не подошел по стилю ну и слава богу наверное потому что все таки я считаю что если исходить из того что клейпл исполняет в коллективе примус то это максимально не то что нужно было металлике к тому же были очень смутные времена клифф до того как быть опрокинутым в автобусе тоже уже посматривал в сторону смены стиля в более фанковую зону то есть он хотел уже немножко сдвинуться отойти от металла в экспериментальную область звука который вот видишь тебе вот совершенно неинтересно было бы и Ларс Ульрих это прекрасно понимал что вот в чем в чем а вот именно в зарабатывании денег в коммерческом формате Ларс Ульрих прекрасно разбирается всегда имел чутье он был очень наслушанный человек и он понимал что и как и то что клифф утекает стилевой из коллектива так и то что вполне возможно его влияние на хэта огромное он либо утащит металлику за собой в этот другой жанр либо просто покинет коллектив и так или иначе замена Бертона на Клейпула мне кажется было бы Шила на мыло он бы тоже утянул бы куда-нибудь возможно он и не утянул бы металлику но по крайней мере вот когда они играли вместе скорее всего Ларс услышал именно то к чему бы они пришли и останься бы Клейп жив вот то есть на самом деле смерть Бертона это конечно смерть и потери потерь но еще неизвестно во что бы превратилась металлика останься он жив в общем новым басистом группы стал Джейсон Юстед и мы переходим к пластинке And Justice For All они въезжают в этот альбом с новым басистом Джейсон всегда любил металлику сразу же как только он услышал этот коллектив стал большим горячим поклонником он конечно играл в своей группе но как только он услышал о том что ведется прослушивание что группа ищет басиста он конечно собрал манатки и сразу прибежал и был очень счастлив что прошел аудишн он пришел с ним ко двору и его взяли конечно до этого играл в группе Flotsam and Jetson что это? ну вот Flotsam and Jetson пришлось сказать им пока ребята и вот он на неопределенный срок однажды мы снимем путеводитель по альбому этой группы когда я название запомнил хотя бы тогда ты обратился к Вике эрудиции да примерно так чтобы вспомнить это название чтобы вспомнить это название Нюстерда на его плечи хрупкие юношеские пала очень интересная миссия ему нужно было заменить своего кумира погибшего в коллективе который он всегда любил на правах равного и вот что из этого в итоге получилось а вот ерунда из этого получилась близкая к скандалу то есть я даже слышала альбом пересведенный фанатами это не официальный релиз альбом пересведенный фанатами где были таким образом записаны басовые партии что бас стало слышно дело в том что Нюстерд всю дорогу после записи альбома утверждало что его партию скрутили в ноль и его там вообще не слышно и они записали альбом с басистом но без басиста вот что на самом деле произошло я могу сказать там на самом деле как бы официальная версия примерно гласит так что изначально опять был Расмусом продюсером но писали в Лос-Анджелесе и на финальной стадии микширования Расмусом не участвовал был другой человек который сводил на которого очень быстро повлиял товарищ Ульрих и то есть вот эти идеи вот так вот свести без баса то есть по факту без Нюстера как бы но играл он в параллель с чем он там с ритмом гитарой с ритмом гитарой с ритмом гитарой хэтфилда да вот и эта идея была Ульриха а этот чувак какой-то чувак там сводил честно говоря я даже не буду звать фамилию потому что это не принципиально эта фамилия ничего не скажет и как бы Ульрих на него поимел влияние просто его руками Ульрих убрал бас из альбома Just Is For All по большому счету сколько вот я бы не слушала ранних альбомов Металлики я могу точно сказать Клифф Бертон был слышен только потому что он очень причудливым образом организовывал басовую партию он не играл в параллели с Хэтфилдом то есть он не повторял басовые линии основные звуки которые играли другие гитаристы он играл какие-то другие ноты только за счет этого его бас слышно на альбомах уровень громкости его баса не больше и не меньше того что есть на альбоме Just Is For All то есть на самом деле ситуация вот какая ребята то есть музыканты Металлики доверились мастерству унес туда он себя хорошо показал как басист когда играл уже существующие песни Металлики вот с ними когда отжимовал на прослушивании они доверились его мастерству и решили что он сочинит басовые партии вот примерно на уровне как клип сочиняет а он сочинил очень традиционные басовые партии то есть он сочинил банальные басовые партии которые повторяли полностью вот то что играет гитара Хэтфилда внизу вот поэтому собственно уже он скрылся в этой гитаре просто слился с ней в звуке вот а во-вторых он не присутствовал при сведении альбома ну тут малый опыт его сказался тут надо отметить что вообще не присутствовал в целом он просто придумал какие-то банальные басовые партии он их записал и больше не присутствовал ни в чем да то есть он не принимал участие в работе над альбомом в создании да то есть ему доверились как члену коллектива полноправному все функции басиста который выполнял до него Клифф Бёртон вот а он просто половину из этих функций лесом послал а потом еще имел претензии что с ним обошлись да в общем-то тут надо иметь в виду сразу большую несколько обстоятельств то есть вообще в принципе хаотичное продюсированный альбом потому что изначально позвали Майкла Клинка это человек который продюсировал Газа Роуз Аппетит Фо Дестракшн и то есть они восхитились как прекрасно с продюсированным альбом какой он хитовый его позвали поработали снимать тело неделю поняли Лос-Анджелеса которого они убежали в 81-м ты можешь уехать из Лос-Анджелеса но Лос-Анджелес никогда не уедет из тебя то есть понятно почему им должен был подойти продюсер Газа Дроуза совершенно непонятно Майкл Клинк отличный продюсер к нему нет вопросов но как бы не для Металлики особенно который еще играет трэш метал а потом был Расмуссон а потом на финальной стадии его заменил третий человек Стив Томпсон про которого я говорил соответственно это в принципе хаотично и основная моя претензия к этому альбому именно относится к сведению если мы на Килл и Мол имели жужжание то здесь мы имеем депрессивную однообразность и молча так выпили ну кстати говоря это однообразность вот опять же кому однообразность кому однородность кому это недостаток а кому очень даже преимущество ровный альбом в котором кстати говоря проявилась очень интересная грань таланта Керка Хэммета он видимо уже в этот период начал экспериментировать с тяжелыми наркотиками потому что слышно в его соло вот это вот такая героиновая хаотичность когда пальцы быстрее головы то есть такое ощущение пограничности как будто бы человек вот сейчас сорвется вот уже буквально вот ты вот ожидаешь что вот сейчас все в кашу сольется как вот это ощущение у Хендрикса есть когда он играет ну когда там не жужжание односплошное вот когда он там что-то выделывает да вот когда он что-то выделывает и ты вот все время ожидаешь что ой-ой-ой œд trzeba сейчас chance вот сейчас «вторяta식 вернет рухнет» и будет полный швах вот это вот ощущение такой пограничности есть и в игре в голька хэммита и я думаю что да это связано как раз таки с героином его кстати никто его билет на автобус прошу заметить не купил но это уже не те времена однородность однородностью пусть это однообразие однородность это неважно проблема в том что например перед записи альбома металлика в англии подписали беспрецедентный контракт на сумму более миллиона фунтов фонограмм рекордс предположим то есть как бы от них были очень высокие ожидания то есть они должны были отрабатывать то что им дают авансом ну папа после мастеров папе сырой ладен то что им дают авансом они должны были отрабатывать и я считаю этот альбом он как бы еще полностью упрочил их лидерство в металл сцене только благодаря композицию ван то есть бы на ней на этом альбоме не было композиции ван я думаю что он бы конечно мне право да не оправдал ожидания потому что нет там есть хорошие треки но по все-таки после мастеров папе циррайд латина это был бы очень сильное понижение уровня именно по материалу если бы не было у ван потому что в банк зародилось именно то что металлика будет играть дальше все-таки это тот же принцип где медлячок переходит в боевичок но это уже но где это тоже баллада баллада это опять песня по книжке книжка называется джоннис гады ган у джонни есть ружье чтобы сделать это они сделали первый клип своей истории на именно эту песню а чтобы сделать клип а им нужны были права на фильм собственно вот которые вот по этой книге да по этой книге 71 года но чтобы не париться они просто купили права на весь фильм так что права на фильм принадлежит металлики если вы заходите сквозь этот фильм обращайтесь к хэтфидлу все оттенки одиночества в одной песне у а еще там все-таки новаторство в этой песне проявила себя барабанные игры ульриха он играет вот это вот с поднятыми пятками быстро стучит сучит лапками ногами вот он играет на этом альбом есть хорошие песни ван потрясающая песня одна главная песня для конца восьмидесятых дней есть все составляющие реального супер хита и то есть до этого металлики было очень высокий уровень материала да они были новаторами но именно супер хитов вот прямо вот мега хитов который можно даже впихнуть на телевидение может пихнуть прямо вот на радио на стандартный радио не ходит рок радио на метал радио у них не было а ван это первое что более менее к этому подошло то есть именно это спасло этот нет неплохой альбом но уступающий по ровну двум предыдущим ну и еще нужно отметить как бы конечно длину этого альбома то есть в плане он разумеется он перетянут ну как бы не знаю вот это может быть проблема опять же хаотичного продюсирования я бы его подсократил на просто как бы 65 минут но можно тут пару песен было выкинуть он еще немножко подутомляет своей длиной ну так или иначе металлика были на имени номинированы впервые на грэмми за лучшее хард-рок и метал исполнения и найти что случилось они не получили его по альбом не получил это грэмми потому что грэмми взял же тратал металл я на наш привет ты настоящий металл люблю тебя ну а так и через год они все-таки получили грэмми но пока получили за композицию за ван собственно да но они смеялись конечно над этим что дадут же тратал причем за какой-то там крест и прессов и делали как как детей там же альбом там такой такой который сейчас вообще никто не помнит и ладно мани ну ладно бы еще хорошо то ходок исполнит будет акваланг получит же тратал получает ну заказанной что это вообще за альбом я бы не слушал возможно там еще есть композиция ты ливисты дай она да 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 инструментал ну не не на сто процентов инструментал там в какой-то момент это вот начинает стихи читать ты просто проматываешь когда-то наверное однажды дослушал но я честно признаюсь недавно переслушиваться скоро эту композицию я после 3 минуты перемотал извините я не я не могу слушаться металл металли и все же вот как они вот внезапно пришли вот к этому такому прямо людневому звучанию да на нескольких гитар как они играли ну тебе это конечно заунывно вот девочка альбом стал платиновым через девять недель после выхода шестое место билборда четвертое в но это неважно на данный момент альбом является аж восьмикратно платиновый то есть это восемь раз не зашедший диск а мы переходим к самому известному из самых известных то то что является металлика для большинства людей потому что то что мы сейчас говорили для большинства людей это прото металлика и вообще считают что металлика появилась существует а вот сейчас вот вот родится черного яйца вот такой черный квадрата малевича black album или просто металлика это их ответ свою в общем черный альбом металлики открывашка и самые известные хит группы они по моему не смогут никогда перебить величайшие величайший риф в истории металлики что авторством за авторством керка хэммета вот так вот и тут еще на этом же альбоме композиции на финал сметтерс величайшая соло в истории металлики одно из величайших в истории музыки за авторством собственно самого хэдфилда он его и сам исполняет и часто сам его исполняет на концертах но там уж как пойдет как договорятся так что видите только все переплелось риф придумал хэмметт а соло придумал хэдфилд да вот того вот так вот оказалось что вот это у них получается лучше потому что это хорошо продается но для начала для начала давайте расскажем да как они все-таки сдались и лос-анджелесу глэму и в целом они полностью все как бы все идеалы преданные они уже полностью коммерческая группа платиновая и пришло время нанять боба рока боб рог продюсер модли крю продюсер продюсер киндом кампой же бонжови не знаю почему все всегда упоминаю что продюсер бонжови относя я говоря про металлику потому что бонжови продюсировал после он до этого продюсировал киндом кампу дебютный альбом который занял 12 место в виллборде от немецкой группы немецкая группа в штатах такое место заняла прекрасно и потом мотли крю доктор фил гуд 89 год и собственно металлика и наняли боба рока потому что позавидовали их успеху коммерческому и позавидовали звуку не именно звучанию коллектива а именно тому как был записан альбом и в первую очередь ритм секция и мочи понравился звук звук ритм секции который был прок создал на альбоме доктор фил гуд металлики оба прикрытия никогда тебя не услышат я имеют парни из металлики но мне кажется что если они узнали что им понравилось звучание барабанов у модли крю на самом деле смотреть разнообразные популярные рок рейтинги по барабан барабанщиков то том милле часто стоит выше чем у вас у них да конечно но он был потихоньку по технике да 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 а вот а вот чтобы а вот что покажет в теннисе они были опять не уверены потому что они уже так сделали они переживали с форумами или пара продюсера гонз н роузов тут были они опять него не уверены потому что ну примерно вообще на этом второй раз а в одну и ту же воду войти они нанимают опять продюсеры глэм рок группы и в этот раз мотли крю и поэтому они сказали раз можно быть наготове ну нормально в этот раз все сошлось хорошо боб рог боб рог с ними нашел оправдал все ожидания и отработал с ними ровно по той же шкале качества что и смотри крю и скорее всего коммерческий успех доктора фил гуд как раз таки обязан замечание боба рога о том как что-то спеть где какой куплет подрезать то есть его замечание очень ценные оказались в коммерческом отношении то есть боб рог тот кто чувствует формат ему довольно безразличен материал как я поняла то есть ему что мод ли крю что металлика что kingdom come он знает как сделать эти песни с тем звуком которые себе представляют музыканты продаваемыми легкими для восприятия никаких вот этих вот инструменталов за умных на библейский сюжет или каких-то романов вот давайте расскажем про наши чувства давайте поделимся вот этим вот надо отметить что ты вот и не совсем я не совсем соглашусь а в плане не совсем важен стиль он навязывать свой все он навязывать один и тот же стиль разным музыкантом я говорю ему все равно кому навязывать один и тот же только когда у нас не только формат он прямо меняет стиль потому чтобы сравнить и justice for all и сравните металлика альбом это вообще разное это это хороок с небольшими элементами треша но понятно что металлика не могли потерять весь треш это вообще это хардрок это это такой это коммерческий хардрок конца 80-х начала 90-х возьмите альбом doctor feel good motley crew это почти нет глэма это коммерческий хардрок конца 80-х начала 90 возьмите kingdom come с дебютным альбом это коммерческий хардрок это короче один и тот же стиль металлика стали играть тот же стиль который боб рок продюсировал до этого вот и все альбом писали полгода альбомная запись альбома стоил миллион долларов потому что это был бесконечный поток претензий боб рок претензий к металлике металлика претензий к бобу року но в целом это очень продуктивные были претензии потому что наконец-то хэдфилд запел он перестал ворчать в микрофон в этой своей неудобной позе вот и боб рок отнял у него гитару во время исполнения песен и потребовал чтобы тот пел отдельно на треке к тому же уже начиная с вам перестают записывать дабл треком хэдфилда и становится очевидным что голос у него гораздо тоньше чем он пытается его подальцем при помощи вот этого рычания и боб рок по сути своими требованиями своими претензиями выдрессировал в хэдфилде умение наконец уже какую-то фразу музыкальную формировать то есть пению его научил то есть не какому-то там про прокрикивание или прорыкивание а именно пению а все вот эти вот щенячьи и которые были на предыдущих четырех альбомах хэдфилда они наконец кристаллизовались вот в той и как на за которое который сейчас мы все знаем там был но нужно отметить что так или иначе материал то был написан не бомбом роком то есть то есть как нет как бы металлика конечно хотели получить только не только звук металлика хотели этот стиль исполнять потому что иначе в они написали бы эти треки боб рок не писал эти треки а есть эти треки нельзя было бы записать в том стиле который исполняет дойду есть история с nothing else matters ее хэдфилд публиковать вообще на альбоме не собирался и на том что он не собирался публиковать эту песню она была для него и через чур личная мне лично кажется что она посвящена умершему погибшему клиффу многое в этой песне указывает именно на это и он хотел бы чтобы она вообще не входила в состав металлики возможно даже подумывал о каком-то сольном сайт проекте ну так в глубине души но каким-то образом она все-таки в уши бобу року попала видимо все-таки слилась информация он дал и послушать кому-то кассету наверное ларсу дал послушать вот и боб рок такой говорит так вот эта композиция на альбом войти должна в альбом обязательно должна войти состав альбома иначе мы его не продадим это будет хит хитов так такие таковые критерии отбора это тоже боб рок это сэнман антогеван и на финал сметан это три хита и три кита на которых собственно держится эта пластинка и на самом деле нужно отметить что предыдущий пластин который уже озвучил который принесил боб рок одержась точно так же то есть альбом так то feel good то плохой это альбом от ли крыма теку были лучше альбомы но там есть дакто филгу там есть каких так майк от и еще там где один хит и все а это это тот же принцип потому что я не могу сказать что на черном альбоме вот на альбом метелика прямо прямо идеальный полностью на бит хитами это прямо идеальный материал в этом стиле да нет там есть полные проходники там есть также еще хорошая песня мульфа дмэн например мне нравится так крутой риф да окей мне еще нравится и дон тюрьме который у нас старички называть доктор андрей потому что он так поет как доктор андрей и оглянись 8 рублей но сруза но есть там совершенно проходные вещи то есть альбом полностью под завязку китами не набит но при общем хорошем среднем уровне там есть прямо выдающиеся вещи и это сработало настолько что за первую неделю альбом продали 650 тысяч раз только в сша вообще на данный момент альбома продажа альбома составляет 31 миллион экземпляров это один из самых продаваемых истории альбом вообще в истории музыки не металла ну да это что это не металл в истории и не в истории рок музыки вообще в принципе в истории музыки один сам продаваемых альбом в истории это именно black альбом и вот ну просто металлик альбом да ты теперь скажешь йоганн себастьян бах с такими продажами кстати нужно отметить про грэмми они между делом получили грэмми за кавер на стон кул крэйзи группы queen петь они получили грэмми за собственно за альбом металлика но кстати за песни вот не получить за на филос-метерс нет номинации были награды награды не там наверняка джет ротал опять что-то надо проверить давнишние там терки да там как раз примерно rocks on the road была песня на великолепную песню просто лучше нет но еще все-таки уже и метка упадничество появляется на этом альбоме я все про коммерческую составляющую а я еще добавлю что между прочим альбом продержался пятьсот шестьдесят недель в билборде это четвертый результат в истории после дакса дуду мун пинк флойда после легенд боба марли и после great is hit с жорни не знали не знали а я знаю что википедия читает по коммерческим показателям металлика здесь вышли совершенно новый уровень не невероятный недостижимый для металла вообще в принципе никогда то есть я думаю в такие показатели они все-таки остались metal группы да окей это ближе к хард-року но все-таки это metal группа они остались и здесь есть чисто металлические рифы и даже трэшовые рифы все-таки это можно считать таким коммерческим металлом главный показатель успеха по мнению хэдфилда на наших концертах стали появляться симпатичные девчонки и даже снимать лифчики наверное да 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 то есть раньше снимали лифчики те от кого это меньше всего хотелось да а теперь вот на концертах стали появляться симпатичные девчонки это критерий популярности так что я на самом деле я считаю немного прицелённого того в плане того что это пи это американочки простодушный переход для металлики переломный момент еще это полностью как переломными альбом для металлик который сломал металлику ту старую но я никаким образом не считаю что это переломный бомб для вообще дорог музыки ты то есть переломный момент жек музыки так он не поменял ничего вообще ничего то есть если более ранние альбомы которых уголик до этого поменяли реально мир тяжелой музыки то это был не принял ничего потому что тогда может качал dacto филгуд поменял что-то альбом вот и крюдом тоже ничего не поменял ну как сказать вот они породили самый хитовый свой риф в Интерс Эндмэн и, наверное, если спросить знаешь Металлику, то человек, который... Скорее всего, это Натан Уэлс Мэттерс будет, это будет риф из Интерс Эндмэн и, наверное, еще Анфагивы в какой-то степени. Ну, для жанра это ничего не изменило совершенно. Ну, как сказать? На самом деле я считаю, что все-таки немножко изменило, потому что Металлика воспринимается как такая тяжелая металлическая группа, она играет на Justice Heavy Metal, на предыдущих трех альбомах Trash Metal, да, и даже если вот такие парни вдруг могут так вот искренне со сцены исходить соплями про кого бы то ни было, как в балладе Nothing Else Matters, да, под которую кто-то там впервые девочку поцеловал, вот, вдруг внезапно, да, вот эти вот рычащие, визжащие, уроды, потлатые сочиняют такую композицию уровня «Евстеды». К тому же, там уже подключается прямо в миксе альбома подключается действительно оркестровая часть, там, под управлением Майкла Кэммена. Да, что порождает конспирологическую теорию о том, что они сами не способны такое сочинить, и что лучший материал для них как раз-таки Майкл Кэммин сочинял все это время, конспирология, да, 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 загадки дыры. Тем не менее, они оказались способны на такие искренние и человечные интонации, где, вот, знаешь, не об экологии они парятся, не за казни египетские топят, а просто за человека, который вдруг внезапно близок оказался. Бесспорно, но если до этого они были единственными, то здесь они стали одними из. Я про это говорю, то есть, окей, но могут и могут хорошо эти, то есть, ладно, если бы они каким-то образом невероятно коммерциализировали то, что они исполняли до этого, но это они до этого не исполняли, и то есть максимальной коммерциализации это вот прок, такой прок хэви с элементами трэша, который был исполнен от Justice for All, это их максимальная коммерциализация, и вот это, да, это меняло все парадигмы, а, собственно, альбом Metallica не меняет никакие парадигмы. И все-таки я недаром упоминала Flea, я считаю, что эта группа очень на многих музыкантов влияла, и вот этот их отход в сторону коммерциализации, и вот хардроковость, то есть то, что они предали свои идеалы, будучи иконами для многих очень классных музыкантов, выдающихся, вот, могло бы в них зародить какие-то особенные идеи и противоречия, какие-то усилить и раскачать лодку, то есть ты всю жизнь, допустим, уважаешь группу, которая играет что-то такое, и тут она играет то, что, против чего раньше она выступала, вот, и имеет сногсшибательный коммерческий успех, ты будешь скорее всего смущен, расстроен, там, и все такое, а следующим твоим шагом будет попытка сочинить некий ответ. но о последствиях этого, безусловно, важного альбома в следующей части, а тут мы неожиданно заканчиваем эту, чтобы держать вас в напряжении, вы же, вам же интересно узнать, что случилось с металликой потом, вы же не знаете, приключения в металлике в стране чудес. С вами был Rock'n'Crafts, в общем, оцените по достоинству наш коллаб, и мы снимем вторую часть, и вы узнаете, что случилось с металликой после 91-го, а там еще было очень много чего интересного, и, кстати, мой любимый альбом, если что, а, не ожидали? До свидания, спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok